всем привет друзья это валерий канал путь дорогу торжественный день настал я собираюсь в ялту последние приготовления завтра утром выезжаю поменял масло машине поменял фильтра воздушный и салонный сейчас на мою машину и подкачаю колеса потому что загрузка будет максимальная машине будет ехать 4 человека багажник будет занят полностью поэтому колеса качаю на максимум вот до этих значений в дорогу у меня всегда саперная лопатка полотенце салфетка аптечка манометр провода прикуривателя и компрессор еще набор ключей и крестовая отвертка обычно этого за глаза хватает что-то подкрутить что-то подшаманить ну а если сломаетесь всерьез никуда без эвакуатора не денешься с тех пор как крым стал нашим с 2015 года я ежегодно езжу в ялту не пропуская ни одного года соответственно скопил богатый опыт и прогулок по ялте и окрестностям да вообще по всему крыму и что немаловажно дорога проехал разными дорогами и рекомендую вот тут по которой я поеду завтра в чем преимущество моего варианта ну во первых я еду по пустой дороге качество ее меня устраивает ни копейки не плачу автодору выбираю бесплатные участки пути и еду козьими тропами и поэтому практически еду две трети пути один по моему маршруту участки с интенсивным движением это от богучара до ростова на дону и от славянска на кубани ну собственно до ялты будьте со мной и в пути и в ялте постараюсь сделать свой рассказ не скучно а теперь за дело дорогу всегда вожу с собой вот такую пятилитровую канистрочку с бензином и вам советую так делать это ваше спокойствие уж коль я собираюсь и укладываюсь сразу ловите первый лайфхак пляже ялты это крупная галька и тут не прокатит просто полотенце поэтому я приобрел в магазине охотник и рыболов вот такой вот полигон для охотника из полиуретана и складывается гармошкой вещь чудесная сто раз меня уже выручил очень мягкий и просто берется подмышку по цене двух дней аренды лежаков ну все подготовку поездки я закончил едем на юг тремя семьями отсюда я выезжаю со своим другом и его женой городке по им пензенской области мы встречаем другую машину в которой из ульяновска едет моя жена с сыном ее сестра муж и их ребенок вот тремя семьями на двух машинах мы едем но все до завтра до утра нижний новгород 3 часа 30 минут я спешу гараж для того чтобы начать свое движение в ялту если у вас возникает вопрос как у вражная проснулся так рано то ответ простой за светло хочу попасть в ростов-на-дону там у нас ночевка если приедем достаточно рано будет возможность прогуляться по набережной ростов уж этого точно заслуживает чтобы уделить какое-то время сейчас заеду за друзья меня вас с ними познакомлю я хочу предусмотреть эти вопросы типа что там за мужик на заднем плане кривляется но все ключ на старт ну вот так друзья бывает пришлось вернуться домой прямо от гаража представляете забыл ключи кстати в поездках со мной такой бывает не первый раз ключ от гаража я имею ввиду так что смотрите это видео до конца и вы узнаете работает ли народная мудрость возвращаться плохая примета но все друзья мои выходить я уже почти подъехал да блин на нервах давай вот они голубь прошу любите жаловать мой друг максим очень приятно его жена оля все вот теперь грузимся даже хорошо что я тут пробежался с утра так активно сейчас без зоотопия проснется едем вдоль горьковского автозавода первый крупный населенный пункт на нашем маршруте это арзамас выезжаем из нижнего новгорода в его сторону через пост ольгина там сейчас разрыли но я думаю в это время мы легко вылетим из города я же тоже переболел считается просто у меня попершило горло полдня и все и на этом все закончилось через арзамас поедем съезд вы верните направо почему там быстрее думаешь дорогу смотри сделали такая дорога была гавноблен арзамас лучше проезжать через город а не по обвизной это намного быстрее получается я тебе про другое что они потом я не говорю что славяне не заселили наши земли заселили но все равно по сравнению с местным населением место населения здесь было не славянское вот мы проезжаем арзамас недавно сделал по нему видео посмотрите вы можете нажав на правый верхний угол экрана выезжайте из арзамаса в сторону выездного с общим направлением на дивеева колоколе даже с часами это тоже старый цветок такие советские какие старинные да потому что в 20 веке я думаю уже там не строили церкви мы не построили нет в двадцатом не строили зато как строили в двадцать первом такая духовность поверните на него это не духовность духовность это другое прям 53 километра вот это мне нравится вот это ну не знаю красиво романский стиль сегодня первый день когда погода испортилась до этого стояла жара нескусветная едете в сторону дивеева но нам дивеева не надо нам надо держать курс на первомайске поэтому главное не пропустить этот поворот диодный наконченный вот он ехал 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 на лево блин вообще поворот незаметный проскочить вообще не надо на первомайске в километрах анекдот гаишник я тебе его наверно рассказывал ты записываешь ааа ну да короче гаишник рассказывает стажеру говорит вот смотри вот машина разбилась и все говорит люди были не пристегнуты смотри кровавое месиво а говорит вот рядом машина вот которая с ней столкнулась люди пристегнуты ну как живые а поезжаем до первомайка но в него мы не поедем а уходим на объездную вот мы объездную проехали первомайку теперь на выезд из первомайка вот ты попросил 6 6 бутылок он 5 вот и все вот видишь вот граница как раз уезжаем в Мордовию теперь следующий населенный пункт крупный на нашем пути относительно крупный как раз на Смопольск как не поеду в отпуск мне писать что-нибудь мешает серьезно? да какой красивый храм новодел но он новодел но все равно красиво молодцы красиво господи вот 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 как красиво после Краснослободска ну вот как мы его проедем следующий ориентир населенный пункт Ковылкино красота да потом солнышко вода мы из из тени выезжаем на солнце стремимся смотри как классно да не дурцы виды 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 здорово великолепно как в Камбодже полкотовцы они же детей набирали в свою армию потому что они не знали жалости они не понимали ничего они их воспитывали так что никакой пощады мы строим новое общество все уничтожаются должны если в очках значит и могут считать шпион просто за очки убивали грамотных убивали просто а во Франции во время этого там великая французская революция там девочки четырехлетние плотиночки отрубили головы там даже не могли как бы их туда встать потому что у них голова там вылазила очень долго настраивали гильотину очень долго настраивали чтобы им голову отрубить вот и как классно о, смотри какой комбайн смотри у вас чернозем она убежала в соседнюю деревню это быстро раз такой поссал А вот автобус останавливается, болт, да, там все распредаются, останавливается кто что, но, да, и все друг от друга, короче. У меня не было такого опыта. Мы подъезжаем к Нижнему дому, поворачиваем направо и, как бы, получается, мы объезжаем к Нижнему дому. На Москву сейчас поехали. Ну, а, Москва сама разница трассы. Поверните направо. Да, нам на Почелму. Следующий населенный будет Почелма. Я уж не помню, по касательной мы его пройдем или будем заезжать. Поверните налево. Сколько будут газели отсюда выезжать, не знаю. Мне больше интересует, сколько я буду сюда заезжать. Нет, ты ёркий. Желтые поля, подсолнечника, красивые облака. Вот такие виды, да. Такая вот незагруженная дорога. Очень меня радует. Ну, хорошо едет передняя машина. Я за нее вцепился, но он скоро сдержит такую приятную. Ну, и вот пара и Почелма. Следующий крупный населенный пункт. В общем, Агроба. Робинзон Крузо? Да, конечно же. Ты че? Ты это просто своим извращенным мозгом додумался? Или эту книгу ты прочитал? Какой-то? Ну, конечно, книги я не мог это прочитать. Извращенным? Извращенным мозгом. Ну, слушай, я бы еще мог подумать, Пятницу, может быть, он что-то так... Слушай, ему было... Нет, Пятницу он уже на 48-м году уже. Он уже скоро год, он так привык, что, скорее всего, он 5... Как поле распаханное, без всего парит просто. Вот пара на земле отдыхает. Да, да. А я что-то, это, растерялся. Мы только что по населенному пункту ехали. Я все еще думал, что везде... Я думал, что мы его обограли. Вот, да, поэтому я тебе говорю, Асмус-то это просто серая мышка. Весь этот индийский раскрас с нее сдери, одень ее в футболку, какие-нибудь, блин, шаровара с вытянутыми коленями, блин, и не расчешиви ее. Ну и что там будет? И не увидишь. А Лисану Дашеву. Ты снимите, блин, Лисану Дашеву. С нее даже... Вот так вот сделай ее на голове какой-нибудь, блин, шухер все равно. Да, она оригинальная. Башмакова. Осталось нам до встречи совсем немного. Так, следующее у нас будет как раз Паим. Место, где мы встречаем вторую машину. Сейчас созвонился со второй машиной. Они в 30-ти километрах отсюда. Поэтому нам придется... Помолчи. Придется их подождать. И поэтому мы сейчас подъедем, посмотрим замок Шереметьево. Он вот как раз в Паиме Пензенской области. Оль, это весь мусор, что ли? Ага. Это Цикорий называется. Вот это Цикорий? Да, это Цикорий. Какой-нибудь. Да не хотела она, чтобы мы у нее купили. Просто она видит, что я снимаю. Говорит, вот в эту церковь, вот эту вот с белыми маковками, приезжал царь. Спросил какое, не знает. Говорит, но то, что царь приезжал, это факт. Говорит, последний. Я говорю, Николай Второй не знаю. Последний царь-то Николая Второй больше не было. Это еще не дворец, это вход в усадьбу. Это был не вход в усадьбу, а вот такой вот дом. Оттосящийся, конечно, к главному зданию усадьбы. Потихоньку, потихоньку, даже каменное здание приходит в негодность. А вот уже, собственно, сам замок. Я просмотрю вот эти вот окна. Смотри, как красиво выложено. Это вот все-таки, ну, это не нападело. Кирпичики, смотри, вот эти вот верхние, верхние части. Ну, узор, узор прям. Да, узор, узор. Ну, смотри, какие в основании тесанные камни. Ну, что-то тут было при советской власти. Ну, обои наклеены уже. Ну, чего? Да нет, дело. Ну, к тому, что внутреннего убранства нет никакого. Только вот на наружные стены и все. И вот это какая-то подсобка тоже, смотри. Нет, это уже новострой. Да, Макс, ты прав. Это новая кладка. Нет, это баллы. Нет, мечи заложные. Своды, своды такие. Да, своды. А это уже баллы. Крыша вот отсюда видно уже все. Накрылась медным тазом. Слушай, как интересно, а вот это что такое вообще? Рельсу положили. Ну, рельсу положили после, но вот стены тоже старые. Это типа ограды или чего? Или какой-то пристав? Может, пристроить? Это было раньше центральное, это кольцо. Сюда выходило. Точно-точно. Точно-точно. Вон, вон, с свежей кладкой заложено. Здесь дверь была. Здесь. И этот центральный вход, даже под ним был под пол. Вон там. Какие меценаты, Оля. Здесь. Вот здесь какие меценаты. Вот в этом доме меценаты или вот в том? Слушай, ну тут разруха прям. Прям разруха-разруха. Слушай, дом нежилой. Такой крутой. О! Открытое окно. Не надо мне пинка давать. Что, будем туда опускаться, нет? Не думаю, что это нужно делать. Просто они отстояли 200 лет. И мне кажется, они еще отстояли. Возможно, больше. А меня поражает во всем этом деле запустение какое здесь царит. Это реально никому не надо. Вообще. Ну, не надо государству. Я не знаю, кому оно принадлежало. Ну, отдайте кому-нибудь просто. Найди наш кирпич. 18-й, наверное, век. Я так вот просто. Мое мнение необразованного человека. Это, конечно, классно. Я бы первым делом, когда жил бы в купеческом доме, я купил бы металлоискатель. Ого. У меня есть металлоискатель. Я бы подумал, что... Помнишь, как мы металлоискатель-то будет? Ничего не нашли. Чуть мою цепочку не потеряли. Он говорит, давай золотую цепочку заровем в песок и найдем металлоискатель. Закопали, а он не ищет. А он ее не нашел. Мы, короче, кое-как ее откопали. Вот еще, которую ты носила. Ужас. Да. Я говорю, сейчас золото найдет? Найдет. И все. Ну, закопали. А он, короче, не видит ее. Слушай, это что у них здесь такой заводханалия? Это у них такой до старых хам тут. Одни барбосы тут спят лежат. Очень хорошо. Слушай, ну... Все это так себе я тебе скажу. Супаима мы повернули направо. И теперь двигаемся по федеральной трассе на Тамбово. Километров 70, наверное, надо проехать по ней. И затем будет поворот на Бенджавино. Нам туда. Сдается мне эта Тамбовская область, что ли? Ну, как вы поняли, мы с другой машиной пересеклись. Там сейчас едет моя жена с сестрой. У сестры муж Виталик. А к нам присоединился мой сын Игорь. Игорь, скажи привет. Привет. Макс у нас самый веселый. У него там есть волшебная бутылка. От Валеры. Да. Я. Я хочу, ваше сказать, что стоит ли ругаться на человека, который делает дорогу? Это только небольшой дискомфорт на непродолжительное время принесет всем большой комфорт на долгое время. Оно вот высасывает из бутылочки с такими хлюкающими звуками. А я когда, например, термостатный кефир, стараюсь остатки выбить, я переворачиваю бутылку и начинаю стучать. И стучу до тех пор, пока последние вот эти куски кефира не выпадут мне стакан. И ну это безумно бесит как бы. Она говорит, ну хватит уже стучать. А ты зачем это делаешь? Чтобы все 100% бутылки использовать. То есть все употребить. У меня не остается такого, что а вот там вот что-то прилипло и хрен с ним. И сколько это происходит? Да без разницы. Не буду стучать, пока все не выступит. Через 20 километров будет поворот на Инжавино. И мы с этой трассы как бы съедем. Самое лучшее, что можно сделать из Бекеровки, и что делают чехи, это такой коктейль называется Бетон. Бетон. 50% Бехеровки, 50% тоника. Нет, тоника, не джин-тоника, а тоника, горького тоника. И много льда. Это просто божественно, это просто бомба. Вот. Инжавино, потом Уварово. Это наше направление. Нам туда. По пустынным дорогам, что вот это даже не то, что меня напрягло. Ну как ты это. Ты что собрался? Чего? Прямо 38 километров. Проезжаем Инжавино. Уварово. Роскошный, собственно. Правда. Вот, друзья, уехали мы в Уварово. Следующий у нас населенный фонд по маршруту следования. Терпимо, но очень неприятно. Терпимо, но очень неприятно. Терпимо, пересекли трассу Москва-Астрахань федеральную. к моему удивлению она вообще пустая просто перпендикулярно мы ее пересекли не там машины справа не слева народ перестал в астрахани все сейчас через буквально пять минут грибановский объезд борисоглебска и едем дальше город калач карачун да нет я просто забыл сказать перед калачом вот я назвал город калач следующим перед калачом будет город новохоперск тоже достаточно крупный взять как у тебя это ничего на ноги не отнимается по поводу ну это нормально все так я же диклофенак употребил вот добрались до новохоперска так средняя скорость у нас было 80 километров в час проехали 751 километр средний расход 6 литров и 700 грамм на соль калач проедем сейчас через центр города подъезжаем переправе через дон вроде бы даже и руки-то нет никого вон смотри буря товарищи буря но и даже кубки и стояли нет нет вон сейчас надо пропускать нет у нас у нас видишь знак да да я про это и говорил да Кому-то не заотвечу Шипахнулись, да? Ну, багажником Всё, выехали на федеральную трассу И теперь только по ней до Ростова-на-Дону А там на чём-то Как-то так В районе пролетарки Которая с правой стороны от трассы Вполне себе такая Недурственная пробка 18 минут Потеряли мы В этой пробке Да, в Ростов Ехать засветлась не получилось Время Приближается к 21 часу Прибытие в гостиницу Где мы Значуем Навигатор показывает 21-30 А это очень хороший результат Всем доброго утречка Переночевали В Ростове В двух гостиницах Останавливались Вчера вечером При въезде в Ростов Снимать было невозможно Был тропический ливень Машину накрывало Как волнами цунами От проходящих машин В общем По улице перемещаться Тоже невозможно было И что-то снимать Поэтому вот Вот сейчас Встали в 5 В 6 часов утра Намечен выезд Уже Окончательно До Ялты Из Ростова Поедем тоже Козьими тропами Не поедем по федеральной Дороге М4 Ну Сэкономим На оплате И Сэкономим На низком трафике Движение Вот Ну все Иду к машине Завожу Сейчас все Должны выйти И двигаем Уезжаем из Ростова Время 6 часов Ровно Пост через Дон Открытие Олимпиады сегодня? Да Угодите Не вчера было Насколько же Я теперь далек От всего этого Насколько мне насрать Проезжаем Батайск С общим направлением На Азов Сейчас надо заправиться У города Азова Навигатор начал Хулиганить Яндекс Навигатор И не ведет По кратчайшему Маршруту Предлагает Постоянно ехать Вдоль Азовского моря Я даже подумал Что дорога По которой я езжу Всегда на юг Вот Объездной Азова Поворот На станицу Староминскую Что эта дорога Закрыта Вот сейчас остановился У поста ГАИ Спросил они Говорят Отказывается по ней везти Ну вот Учтите это При планировании Своего маршрута О Краснодарских дорогах Можно Складывать Песни Очень Хорошие Качественные С хорошей Разметкой Всегда Едем Через станицы Новоминская Каневская До Брюховицкой На этом движение Вот на этой дороге У нас Прекращается И мы уходим направо В Лимане 8.18 8.18 Нет Давайте Смотри Я сейчас всех обгоняю И они меня потом опять все обгонят Давайте Когда свернем Вот с этой дороги На В Лимане И там будем останавливаться Хоть через каждые 5 минут Работать Проезжаем По объездной Станицу Каневскую Как закончим Это движение По объездной Останется Один Перегон До Ухода в Лиманы Каневская Брюховицкая Но это быстро Сделаем Блин От этого негодяя В переезд Смотри сколько мусора Блин Сено Солома Блин Давай Спасибо Ммм Какой вкусный огурец Младкий Достали Потому что вот эти вот Казня Блин Основная дорога на Тимашевск у нас уходит чуть левее А мы Туда не поедем Мы Мы Через Бруховицкую сейчас По краю ее проедем И Идем на поды Такую населенную подыку Вот туда сворачиваем Потом там через кричичную балку Ну в общем лиманами Лиманами Мы Через 300 метров Держитесь правее Мы подкрадемся К Славянскому Кубану Минуя вот эту дорогу По которой едут все Там зерновозы Я не знаю Мусоровозы Вот Все уходят налево А мы уходим Направо Прямо 6 километров А так населенный пункт Поды А следующее у нас что? Это что? Это прекрасно Кричачиная балка Шерель Гайцы Гайцы Поверните налево Прямо 7 километров Нам на Тимошевску Прямо 16 километров Оля говорит Оля говорит А я надел на выпускной Гайцы 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 Поверните налево Поверните налево Гайцы 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 Реально колесо Оосьмерка Гайцы А, она вообще сейчас Вылетит Гайца Славянск На Кубани Пришлось объезжать По объездной Потому, что У рынка была жуткая пробка Там навигатор фиолетовый он все рисовал Но приняли решение проехать Немножко длиннее, но быстрее Тоже будет интернет, но если ты им мы сейчас находимся в светлом пути имени ленина самый всегда геморройный участок и дальше поедем поедем на темрюк и далее станица голубицкая я всегда выбираю конечно холодненького не обязательно холодного обычно в этом месте жучащие пробки по направлению темряку от славянского купания а я просто лечу сколько лет езжу первый раз такое свободное движение мне так приятно ехать такое небольшое количество машин а азовское море друзья могу со всей ответственностью заявить что на азовском море все эти кемпинги говорят что это из-за нашествия медуз целые поля и и точно и по моему даже с анапы просто сюда чтобы посмотреть на не а и 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 Дорог, который выезжал из Симферополя, рассосался по близлежащим селам и спал. Сейчас дорога на Ялту свободна. Свободна абсолютно. Хочешь? Боткинская тропа. Это вот я говорил. Перепад высоты 450 метров. Это 15 десяти этажей. Это намного тяжелее, чем 800 ступенек на Фиоленте. Дальше Аюдак на него подняться. Это примерно то же самое. Я тоже там смотрел перепады душевные. Большой Крымский каньон. Там тоже полазить придется. Очень сильно полазить придется. Там просто почтового дуба дала дуба. Наше автопутешествие подходит к концу. И я думаю, что можно уже подвести итоги. Точное расстояние от Нижнего Новгорода до Ялты 2030 км. На бензин, а я заправляюсь 92-м, у меня ушло в одну сторону 7100 рублей. Питание бралось из дома. Что-то докупалось в маркете. Не более 1000 рублей у нас на этом ушло. На семью. Ночевка в Ростове-на-Дону обошлась нам на семью из трех человек в очень неплохой гостинице в центре Ростова. 1350 рублей. Вернее, 2700 на шестерых. 9450 получилось в одну сторону. В обе стороны, смотрите, получается почти 20000. А ведь я экономил по максимуму. Так что, если найдете дешевый перелет, лучше воспользоваться им. Машины припарковали во дворе, что очень удобно. Первый этаж этого дома на две недели принадлежит нам. Все, друзья, наконец-то мы добрались до Ялты. Заселились, решили все организационные вопросы. И на этом наше путешествие подходит к концу. Если вам было со мной не скучно, ставьте лайки. Подписывайтесь на мои видео. Увидимся в прогулках по Ялте и окрестностям. Пока! Если есть вопросы по месту нашего размещения или вы хотите повторить наше заселение в этот объект, пишите в личку. Субтитры сделал DimaTorzok